Пока в Московской области штраф за неправильную парковку составляет всего лишь 300 рублей. Но не всегда можно отделаться такими мелкими цифрами. Государственная инспекция безопасности дорожного движения решила бороться с парковочным беспределом Видном. И здесь уже нарушителям придется приготовить совершенно другую сумму, рассказывает Елена Бабина. Многие видновчане пользуются электрическим поездом для того, чтобы добраться до столицы. Но перед этим они приезжают к Расторгуевской станции и оставляют свои машины под эстакадой на разворотном кругу троллейбуса. Тем самым нарушая правила дорожного движения. Боюсь, что сегодня, вернувшись, они не найдут своего автотранспорта. Согласно правилам дорожного движения ст. 12.4 и 12.5 запрещается остановка или стоянка на эстакадах, а также под ними. Кроме того, перед въездом немым укором стоит дорожный знак «Кирпич». А далее мы можем увидеть знак, запрещающий парковку и информационный щит. Который заботливо извещает случайно попавших сюда водителей о том, что работает эвакуатор. Однако это не все причины, побудившие государственную автоинспекцию провести данный рейд. Транспорт, который оставляют здесь автовладельцы с нарушением, они очень сильно препятствуют. Есть моменты, когда полностью перекрывают движение троллейбуса. В этом случае, конечно, уже просто троллейбусы останавливаются. Пусть создается коллапс. Под мостом во время проверки оказалось не меньше 60 машин. Все из них, конечно, в этот день не убрали. Но некоторым не повезло. Они попали в десятку эвакуированных. Мы проследили путь и судьбу одной из них. Грачевка, 7117. Наслезет. Машину проверим. Настой. Проверяем. Владельцем оказался житель города Витной Александр Анатольевич Воробьев. Его машину на эвакуаторе доставили на штрафстоянку, расположенную недалеко от ГИБДД в районе деревни Табылова. Именно на этой площадке временного хранения будет находиться транспортное средство, пока его не хватится хозяин. Представляю реакцию человека, который подошел к месту, где оставил свой автомобиль, а его там нет. Предположу, что первый его звонок последует дежурную часть УВД. А там уже есть вся информация об эвакуированных машинах. И дальше гражданина ждет следующая процедура. Механизм очень прост. Автовладелец идет в здание ГАИ, в дежурную часть, в административную практику. Получает там разрешение, оплачивает штраф по административному протоколу. Приходит к нам, оплачивает услуги наши по перемещению и хранению транспортного средства. И получает свой автомобиль назад. Но это еще не все подводные камни. Выдача транспорта хоть и происходит ежедневно, но только с 9 до 18. Кроме этого, человеку придется выложить значительную сумму в обмен на машину. За работу эвакуатора 4 тысячи и по 100 рублей за каждый полный час нахождения на стоянке. При нехитром подсчете становится понятно, что стоянка под мостом обойдется дороговато. А люди все равно паркуются. Хотя запрет действует для всех, в том числе и на машину службы по ремонту и содержанию этой самой эстакады. Знак виден, мы же мостовая служба. Что мы можем сделать? Нас оттуда сотрудники ГИБДД проводили с моста сюда пока. У нас там ремонт на мосту. Ну там сказали после обеда. Вот пришлось сюда нам. Должно обдеваться теперь. Вот он, краеугольный вопрос. Что же делать? Автомобиль в карман не положишь. Где-то его надо оставлять. Тем более, что поблизости никаких разрешенных парковок не наблюдается. Будут устроены дополнительные парковочные карманы вдоль улицы Донбасская. В той части, которая прилегает к железнодорожной станции. На это предусмотрено 2 миллиона 100 тысяч. Эту работу мы начнем уже в мае месяце. Вторым этапом подразумевается организация парковки. Размер примерно 30 на 40 метров. Это ниже той разворотной площадки, о которой вы сейчас сказали, где разворачиваются троллейбусы. Также бесплатная. Там примерно уместится еще 60 автомобилей. Первые 70 автомест для парковки появятся только в июле. Так что пока выход один. Доезжать до железнодорожной станции на троллейбусе может не так удобно, как на своей ласточке. Но потом ее не надо искать. Да и дешевле. Ведь такие рейды обещают быть частыми. Елена Бабина, Алексей Ильин, Наталья Буслаева. Видно этого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова